Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Про Цветок! В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и хотела бы обсудить такую тему, как борьба с муравьями. В этом году, как никогда, муравьи... Что они сделали? Размножились. Нехорошие такие товарищи. В этом году огурцы, как никогда, ощутили муравьев. В частности, я высевала семена огурцов три раза, и каждый раз они были съедены муравьями. В четвертый раз я была вынуждена отсадить огурцы уже готовой рассадой. Но и это не очень сильно помогло. Огурцы высажены на то место в теплице, где находится гнездо муравьев, постоянно повреждались ими. И, несмотря на то, что эти полезные насекомые помогают перцу, они постоянно посещают цветки и, соответственно, увеличивают урожай опылением, они почему-то не сдружились с огурцами и, как следствие, они постоянно подвидают. Я, как специалист с биологическим дипломом, являюсь приверженцем соответствующих одноименных методов борьбы. В одном из магазинов органического земледелия мне продавец посоветовала воспользоваться таким препаратом, как дачник. Как выяснилось, этот препарат является разработкой Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук. И он полностью органический, на основе пихтового масла. Максим, данный препарат является полностью органическим и он изготовлен на основе пихтового масла. Он имеет характерный насыщенный аромат, который крайне не нравится муравьям. Производитель заявил, что этого препарата в среднем хватает на 5-6 месяцев. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо 5 мл препарата развести в 5 литрах воды и пролить те места, где встречаются муравьи. Максим, я забыла сказать, что если у вас нет дачника, то в качестве альтернативы можно воспользоваться эфирными маслами. Можно я это скажу, а ты вставишь, хорошо? Если вам не удастся найти препарат дачник, то тогда можно воспользоваться альтернативными методами. Например, подобрать эфирное масло, сосновое, пихтовое, масло ели и других хвойных пород. Внести несколько капель на стакан воды, если это спиртовая вытяжка, и несколько капель на стакан спирта. Все это довести до рабочего раствора 3 литра и также пролить наше растение. Муравьи являются общественными насекомыми, которые общаются между собой посредством феромонов или химических соединений. Они оставляют их повсюду, особенно на тех дорогах, по которым они перемещаются. И когда мы обрабатываем почву какими-либо пахучими составами, то у муравьев возникает дезориентация и они меняют место своего положения. Да? Не положение, а жительство. Вторым методом органического вмешательства в жизнь муравьев является внесение садового диатомита. Это препарат, который также не нравится муравьям. В моем случае я внесла диатомит под мульчирующий материал. Конечно, всех муравьев из теплицы прогнать не удастся, поскольку на одного человека на планете приходится около 1 миллиона этих насекомых. И общая масса муравьев соответствует общей массе людей на всей земле. Поэтому я не рассчитываю, что муравьи полностью покинут мой участок. Но именно эти органические методы позволят огурцам нарастить хорошую и корневую, и вегетативную массу. И я дождусь урожая. Чего и вам желаю. Оставайтесь на канале Процветок. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!